Привет! Признавайтесь, вам когда-нибудь удавалось получить в школе кол? Некоторые успешно умудряются получать такую оценку. Можете рассказать свои истории в комментариях. Интересно будет почитать. Ну, наконец-то, хоть кто-то стал нефтяным магнатом и прикупил себе целую бочку нефти. Маленькую такую, можно сказать, бочечку. Нормальная дорога ведет в прекрасное никуда. Интересно, когда ее строили, никого ничего не смущало? Хоть бы указатель в конце поставили, мол, остановись, посмотри факторию. Обычно ученики просто бесятся, когда учитель выходит из класса. Но иногда они начинают проводить таинственные ритуалы. Некоторые предполагают, что они необходимы для отмены контрольной. Эльвира нашла очень глубокомысленный плакат в стиле Винни-Пуха. Школа — странный предмет. Вроде не хочешь, а выбора нет. Во-первых, знакомьтесь, это шлепа. Во-вторых, он оказался очень полезным зверем. Хоть он и игрушечный, зато принес пельмень-бокс. Интересный плакат висит возле кабинета истории у Леры. А по другим играм никакой информации нет. Почему их обошли вниманием? Может быть, они тоже являются индикатором проблем с психикой? Магнитиками на холодильнике уже давно никого не удивишь. А как насчет наклеек от фруктов? Причем, судя по их количеству, в этой семье фрукты действительно очень любят. И скоро придется покупать второй холодильник, чтобы было куда лепить новые наклейки. Маргарита нашла детскую площадку для самых бесстрашных детей. Обычные горки для слабаков. Зато можно рискнуть копчиком и попробовать скатиться вот по такой конструкции. Креативные люди всегда восхищают. Вот как можно было додуматься сравнить бананы с автомобильными шинами. Да еще умудриться превратить это в рекламу. Максиму попался невероятно сложный тест. Пройти его практически невозможно. Ведь тебе там буквально не дают выбора. По мнению составителей, одного варианта ответа более чем достаточно. Интересно. То есть четыре человека для туалета – это много. А трое – это еще ничего. Нормально, да? Про запись туалетных разговоров даже сказать нечего. Видимо, у кого-то очень скучная жизнь, раз он их слушает. Нет, так не пойдет. Продать борщ любой может. Тут нужно уточнять, есть ли в комплекте чесночек и сметанка. Если нет, то не надо нам такого борща. Сами ешьте. Ну вот, довели кота. Бедный котей вынужден молиться. Наверняка пытается вымолить шестой завтрак. После ухода бренда Кока-Колы в магазинах появилась необычная проблема. Колы стало столько, что не знаешь, какую выбрать. Кто-нибудь знает, зачем нужен шкаф, в который ничего нельзя складывать? Мне казалось, в этом его предназначение. Буквально-таки смысл жизни шкафа. Да, ожидания и реальность немного разошлись. Однако, по-моему, правый вариант даже симпатичнее. Да и еды на сковородке больше. И это всегда плюс. Мне нравится, как официальный язык перевели на человеческий. Если для кого-то читать слишком много сложных букв, то снизу сделали краткий пересказ для непонятливых. Предложение, перед которым просто невозможно устоять. Всякие хот-доги, бургеры и прочие наггетсы отходят на второй план, когда кто-то тебе предлагает тарелку пельмешей. Все-таки для маркетологов, которые делают такие большие коробки для таких маленьких конструкторов, наверняка существует отдельный котел в Адум. Вы только представьте, сколько детей были разочарованы, когда открывали такие наборы. Дереву явно не хватало в организме железа. Поэтому оно решило поглотить забор. То, что забор принадлежит городу и есть его нельзя, дереву сообщить забыли. В школе у Леры есть специальное место для работ, сданных позже нужного срока. По странному стечению обстоятельств, это место выглядит в точности, как мусорное ведро. Прекрасная скамейка для одного человека. Специально для интроверта или социопата, который не желает ни с кем общаться. И уж тем более знакомится с новыми людьми, сидя на улице. Очень милая табличка, запрещающая выгул собак. Как говорится, вместо тысячи слов поймут даже те, кто не умеет читать. Возможно, поймут даже некоторые собаки. Михаил прислал фотографию обычной доски почета с лучшими спортсменами. Вот только там явно затесались два каких-то неудачника. Непонятно, как они оказались среди лучших спортсменов этой школы. Вероника нашла дом. Я даже не знаю, как это описать. Видимо, в этом доме, кроме плюшевых медведей, никто не живет. Потому что там больше никто не поместится. На всякий случай, если вдруг грибы начнут вам вот так улыбаться и смотреть на вас трогательными огромными глазами, значит, прогулок по лесу на сегодня достаточно. И пора потихоньку поворачивать в сторону дома. Главное, следите, чтобы грибы не пошли за вами. Осторожно. Невозможно остановиться. Пффф. Невозможно остановиться только когда факторию смотришь. А когда перед тобой пицца. Останавливаться вообще нет ни единой причины. Слушайте, может быть, я, конечно, и не отличу цвет маджента от фуксии, но белый от красного я отличить точно способен. И это явно не красный. Почему они вводят покупателей в заблуждение таким явным образом? Немного магии на фотографии от Влада. Можете в комментариях высказать свои предположения, как, по-вашему, сделана эта конструкция. Всякие там Пушкины, Есенины – это ерунда. Настоящая высокая поэзия должна выглядеть так. Во тьме ночной, при свете дня, О, мой шашлык, люблю тебя. Не каждому хватает смелости высоким слогом признаваться в любви к еде. Дарье попался необычный фрукт. Он вроде бы как яблоко, но на самом деле он груша. Интересно, а какой же он будет на вкус? Александра говорит, что это легендарное дерево. Ну, не знаю, как насчет легенд, а настроение поднять оно точно способно. По крайней мере, само дерево явно всегда на позитиве. Это, конечно, здорово, когда люди пытаются смастерить что-то своими руками из подручных средств. Но до чего же эти поделки иногда оказываются страшными? Может, они вдохновляют разработчиков игр на новые сюжеты? Вынужден согласиться с Дмитрием. Это Atomic Heart. Начало. Утверждается, что все двери в этом здании держатся именно на таких подкрадулях. Ну что же, конечно, красиво жить не запретишь. Не все могут позволить себе подпирать двери вечерними туфлями на каблуках. Просто замечательно. Дверь в отпуске. Хотя так даже удобнее. Сразу видно, занято там или нет. А стесняться не надо. Вы ведь честный человек, и вам нечего скрывать. Больше всего удивляет не то, что эта дорожка ведет в очередное никуда, а то, как заботливо покрасили бордюрчики белой краской. Видимо, чтобы никто не заблудился по пути в это волшебное никуда. И четко видел дорогу. Посылка приедет целая и невредимая. А главное вовремя. Только важно не уточнять, в какое именно время она приедет. Возможно, в отдаленное. Интересно, а как парикмахер справляется с тем, что на голове у клиента может быть две макушки вместо одной? И берут ли они в таком случае двойную цену за свои услуги? Ведь макушек-то две, стричь приходится. Если вы тоже замечали что-нибудь интересное, то ссылки в описании специально предназначены для того, чтобы вы могли прислать свои фотографии и всех удивить. София прислала фотографию очень серьезного сотрудника ДПС. Буквально на следующий день ему на службу. И он явно готов нести ее со всей ответственностью. По крайней мере, так кажется по серьезному выражению морды. Может показаться, что мороженое из снега – это совсем уж грустно. Но на самом деле это не так. Это как фруктовый лед, только без фруктов один лед. Открываешь холодильник, а там половинка лимона левитирует. Лично мне такого видеть не доводилось. Но теперь я тоже задаюсь вопросом, а чем там занимаются мои продукты в холодильнике, пока я на них не смотрю? Эй, а где вторая половинка кондиционера? Или вы намекаете, что кто-то умудряется им пользоваться, разделив на две комнаты? И как оно? Успешно? Ну вот что ты смотришь? Отойди с дороги! Не видишь что ли? Пес за рулем! Ну что же, без пап, мам и кредитов на такое жилье могут рассчитывать абсолютно все. Хотя, конечно, с соседями может не повезти, если поставить палатку прямо в парке. Тормоза на машине настоящего любителя M&M's должны выглядеть именно так. Или подождите-ка! Это намек на то, что желтый из M&M's тормоз? Если дверь маршрутки не успела открыться, то это проблемы двери. В таком случае пассажиры откроют ее сами. Причем один раз и навсегда. Через эту дверь возят горячие тележки из печи. За несколько лет косяк успел буквально расплавиться на уровне полок. Если уж делать аэрографию на машине, то она должна быть классной. Например, с Дэви Джонсом. Тогда ваш четырехколесный металлический папиллац автоматически превращается в летучего голландца. Очень лаконичная реклама скалодрома. Даже если вы никогда не собираетесь в горы, умение крепко держаться вам пригодится в любом общественном транспорте в час пик. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Продолжение следует...